Друзья, рад приветствовать на канале. Сегодня хотелось бы поговорить о том, что много сейчас идет некий такой экстраполяции, что было в прошлом, что было в 98 году. Ситуация для российской экономики непростая, то есть есть и санкции, есть ограничения на вывод капитала из страны, есть ограничения на то, чтобы международные инвесторы заходили на территорию России. Давайте об этом поговорим. В 98 году произошел дефолт, то есть по сути УФЗ как и таковых не было, а облигации государственные назывались ГКО, государственные казначейские облигации. У России был очень большой внешний долг, правительство брало кредиты Международного валютного фонда, у экономики был очень мощный фундамент, доставшийся от СССР. В принципе, там нефть добывалась, нефть экспортировалась, но проблема России была с низкой собираемостью налогов. Несмотря на то, что нефтяные компании, которые находились в частных руках, зарабатывали достаточно много, поступления в бюджет было достаточно мало. Во-вторых, в 98 году до России докатилась волна азиатского кризиса. В этот промежуток времени в Азии было сконцентрировано основное производство товаров и услуг. И, соответственно, когда азиатские экономики тряхануло, когда там начались дефолты, когда там начались банкротства, то в этом случае снизилось потребление энергоресурсов. А Россия как раз-таки занималась экспортом и сырьевых товаров, и энергоресурсов. Цена на нефть упала до 20 долларов за баррель. И так плохо администрировались и собирались налоги. Поступления в бюджет в принципе перестали. Краткосрочный кредит, который выдал МВФ для того, чтобы расплатиться, не пошел на погашение. Потому что у государства были обязательства перед бюджетниками, перед пенсионерами, то есть государственные расходы. И поэтому, получается, был допущен технический дефолт. И второй момент, что с вот этим рынком ГКО, который присутствовал, и государство сказало, в долг взяла, отдать не смогу. И это действительно тряхануло, все ГКО попадали в цене. Люди бегут, говорят, давайте деньги назад. Юридическим лицам нужно рассчитываться. Соответственно, банки это отдать не могут, банк объявляет себя банкротом. И все средства физических лиц, юридических лиц, которые лежат на счетах этого банка, и формальные обязательства есть, по ним рассчитаться не может. Дефолт у государства за собой привел, дефолт у банков, и у граждан, соответственно, тоже обесценилось. Вынуждены были пойти на то, в том числе, чтобы девальвировать рубль. Не было ни инструментов, ни ресурсов для того, чтобы удержать стабильный курс валют. И это то страшное, что, знаете, сейчас вот оно какими-то такими отголосками летит. Ельцин какой-то нехороший был, премьеры менялись не раз в полгода, а через два года произошло какое-то чудо. То есть, смотрите, 1998 год, заработная плата российского нефтяника составляет 1800 рублей. Курс доллара 1 к 6, 1 доллар 6 рублей. То есть, получается, 300 долларов получает, ну, просто на буровой, разнорабочий. Происходит резкий скачок курса доллара, курс доллара становится 24. У нефтяника как была зарплата 1800 рублей, так и осталось. Его себестоимость в глобальном масштабе снизилась, по сути, во сколько, в 4 раза. То есть, была зарплата 300 долларов, осталось 75. При этом он добывает нефть, и нефть продает на международный рынок за валюту, продает за те же самые доллары. Что произошло с нефтяной компанией? У нее издержки в рублях, все, которые были, остались прежними. Но при этом они вот как добывали 100 тысяч баррелей нефти в день, они так и продолжили 100 тысяч баррелей нефти в день добывать. Как это на российской экономике отразилось? Количество рублей, которые начали получать за доллар, пусть будет 30 баррелей стоя, то есть получали 3 миллиона долларов в день, к примеру, говорю. С этих 3 миллионов долларов по курсу 6 получали 18 миллионов, а начали получать 72 миллиона рублей. И что произошло? С 72 миллионов рублей платится НДПИ, платятся все налоги, все поступления. Бюджет начинает в рублях расти. Нефтяная компания, нефтяники, у них появляется возможность в рублях легко повысить заработную плату в 2 раза, в 3 раза, в 4 раза. С долгами начинаем расплачиваться. У бюджетников начинают пенсии расти, заработные платы по всей бюджетной сфере начинают увеличиваться. Начинается перевооружение армии. Элементарно, что произошло? Произошла девальвация, кто-то называет экономическим чудом, не было никакого экономического чуда, была девальвация национальной валюты. Еще и наложилось, что цена на нефть упала до 24 долларов за баррель. И снова начала расти. А уже в 2007 году продавали по цене 120 долларов за баррель, 12 миллионов долларов, да, и по курсу там в районе 30 рублей. 360 миллионов. С этой суммы мы платим налоги, повышаем зарплаты. Это вот та самая нефтяная рента, которая вылилась в наполняемость бюджета. И Россия буквально за 10 лет, получается, выплачивает все адские кредиты, которые были. Создаются отчисления, постоянно индексируются зарплаты, бюджетники, да, и мы такие, о, правильным путем идем, товарищи. А фактически выросла ли производительность экономики. То есть объемы добычи не увеличились. Новая геологоразведка не производится. То есть сидим на старых объемах, и просто получается некая такая валютная переоценка. Плавная девальвация рубля, благоприятная внешняя конъюнктура, да, то есть из-за того, что доллары начали печатать, цены на сырьевые товары начали расти. Есть замечательная книжка Джима Роджерса «На товарные рынки. Самые горячие рынки в мире». Человек очень круто и интересно рассказывает, каким образом происходит ценообразование на сырьевые товары. И поэтому на сырьевых товарах всегда присутствуют циклы, и эти циклы, они более продолжительные, и они более управляемые с точки зрения инвестора. Если у тебя цена на сырьевой товар падает, этот сырьевой товар никто не хочет производить. Соответственно, это в любом случае приводит к тому, что в мире у тебя даже если спрос не упадет, у тебя просто производство снизится, и цена непосредственно вырастет. И в этом плане очень интересна, например, Россия, в принципе, как объект для инвестиций, потому что у нас получается с нулевого по 2007 год. Это вот был первый цикл роста, потом было падение. Падение сырьевого цикла по нефтяным котировкам пришлось как раз-таки на 2020 год на COVID, когда там даже отрицательные цены были. И с 2020 года начался новый сырьевой суперцикл. И этот новый сырьевой суперцикл говорит о том, что мы в следующие 5-7 лет увидим цену барреля нефти в районе 200-300 долларов за баррель. Мы же посчитали, насколько много начали зарабатывать, когда курс доллара стал 30. А сейчас же можно пересчитать. Если у нас та же самая нефтяная компания добывает 100 тысяч баррелей в день, текущий курс нефти 85 и умножить на курс доллара 90. 765 миллионов. И мы можем на самом деле также спрогнозировать, что 250 цена за баррель, курс доллара, допустим, не вырастет больше, чем до 123 миллиарда рублей в день. И это опять нефтяная рента. Это опять к тому, что, скорее всего, рубль стабилизируется в этом диапазоне. Говорить о том, что он будет резко девальвироваться и будет там по 250, наверное, не приходится. Потому что мы сейчас зашли в новый суперцикл. В 90-х нулевых доллар скакнул в 4 раза. Это я просто могу себе представить, что будет с ценами сейчас, если доллар скакнул в 4 раза. Там так же было? Да. У меня отец, дядя Сережа, они курили приму. Пачка примы стоила 50 копеек. Стало 2,5 рубля. Естественно, ослабление национальной валюты приводит к тому, что начинается высокая инфляция. То есть цены на товары, в которых есть импортная составляющая, начинают очень резко увеличиваться. И население в этом случае говорит, нам плохо. Потому что шок, негативный посыл. Обратной стороной является, что все-таки товары, которые производятся в России, они на международном рынке начинают стоить дешево. Могут позволить себе демпинговать. Демпинг это, соответственно, продажа ниже среднеобусловленной цены. Вот если взять аргентинские креветки и, например, сравнить с тайскими креветками. То есть в Таиланде производят коктейльные креветки и королевские. А вот тигровые крупные креветки, атлантические, они в основном в Аргентине добываются. И в Таиланде стабильный бат к доллару, стабильная себестоимость, которая рассчитывается. А в Аргентине постоянная девальвация идет. То есть аргентинский песо, он постоянно дешевеет к доллару. И получается, что когда аргентинский траулер выходит в море и начинает вылавливать креветок, то нужно, соответственно, заплатить солярку, которая добывается и перерабатывается в Аргентине. Зарплату нужно заплатить аргентинцам. А креветок продают на международный рынок. И получается, что цена, казалось бы, крупных креветок, которые сами по себе, по определению, всегда стоят дороже, она должна быть больше. Но они позволяют им продаваться по цене коктейльных креветок, по цене, я не знаю, королевских креветок, просто потому что у них себестоимость ниже. И поэтому они начинают демпинговать. Хорошо ли населению Аргентины? Нет. Но при этом, если у тебя есть высокая доля экспорта, которая пользуется спросом на международном рынке, и за которые готовы платить, например, твердой валютой, то государству от этого хорошо. Если у тебя есть возможность что продавать, то ты становишься конкурентоспособным. Ты даже становишься конкурентоспособным в Китае. И опять-таки у нас получается, с одной стороны, если импорт у нас дорожает, вы должны понимать, что если вы производите товары на территории России, то вы их можете экспортировать, например, в соседние регионы, где стабильность валюты на более высоком уровне находится. И эти деньги все равно придут в Россию, которые будут направляться на экономику. Вспомним, 1998 год. Плохо? Плохо. Больно? Больно. Высокая инфляция, потери денег, вопросов нет. Но уже начиная с нулевых годов, через два года, экономика начала непосредственно расти. Я не говорю, что это хорошо. Я просто говорю, что это инструмент геополитики, инструмент экономики, что когда на тебя начинают давить какими-то вещами, как, например, Трамп надавил на Китай, Китай понимает, так как американцы поставляют меньше товаров в Китай, чем Китай поставляет в Соединенные Штаты Америки, он не может соразмерно ответить. Он не может сказать, что, ребята, если вы запретили нам Xiaomi продавать потом, по чем мы хотим, мы вам запретим там сою продавать к нам. И тогда они будут конкурировать за счет того, что они могут искусственно занижать курс юаня для того, чтобы вся экономика Китая была конкурентоспособной в глобальном мире. Окей, закрыли для нас американский рынок, мы будем так фигачить по всему миру, что вы со своей себестоимостью хрен куда залезете. Просто элементарно потому, что у вас покупать не было. А сейчас может повториться кризис 90-х? Причинами кризиса 98-го года было, первое, высокий внешний долг правительства России. Еще есть валютная составляющая риска, потому что это нужно платить в долларах. Первая причина, которая здесь. Долг. Надо посмотреть, какой у нас внешний долг. То есть внешнего долга у правительства России, он есть, но он не такой большой, да, по сравнению с тем объемом, который генерирует российская экономика. Второе, это валютная составляющая. Был кризис в Азии, снизился спрос на энергоресурсы и сырьевые товары в азиатском регионе. Снижение цен на сырьевые товары привело к тому, что, в принципе, российская экономика стала зарабатывать меньше. Да, сейчас такой риск присутствует. В Китае очень высокий внутренний долг, в первую очередь. И там проблемы в китайской экономике есть. И поэтому спрос на энергоресурсы, по идее, может снизиться. Потому что, если вдруг мировое производство начнет падать, начнется мировая рецессия, то спрос на энергоресурсы упадет. И на сырьевые товары тоже упадет. Опять же, мы говорили и обсуждали. В последнее время на канале вышло очень много роликов, когда мы говорим о долге, каким образом выходят из ситуации долгового кризиса. На примере 47 кризисов долговых, которые происходили в мире за последние 200 лет, мы понимаем, что у нас есть два архетипа выхода из долгового кризиса. Нужно сделать делеверидж, сократить долю долга, путем эмиссии валюты. А если будет эмиссия долларов, евро, юаней, это неизбежно отразится на сырьевых товарах. И поэтому краткосрочно может цена на сырье упасть. Но у России достаточно денег для того, чтобы обслуживать текущий долг. И поэтому дефолта российского не будет. А российские банки в меньшей степени сейчас злоупотребляют игрой, работая с ГКО, как это было, например, в 1998 году. И здесь тоже этих рисков меньше. Поэтому говорить, есть ли такой риск, связанный с валютной переоценкой, что курс рубль-доллар как-то изменится, я бы не стал об этом говорить. Потому что у нас третьей причиной кризиса 1998 года была низкая система учета операций компаний-экспортеров. Сколько они получают прибыли, сколько они платят налогов. То есть сейчас на уровне администрирования, собирания налогов Россия находится на принципиально другой позиции. Вплоть до того, что тебе сначала вменяют налог. То есть говорят, сколько вы в прошлом году там добыли нефти. Ну давайте вот мы будем считать, что вы в этом году добудете столько же. Вы вперед заплатите налог, пожалуйста, будьте любезны. А потом в конце года мы там посмотрим. Пересчитаем, если что вернем. И даже возвращать не будем. Это просто пойдет вам в зачет следующего налогового периода. То есть вы заплатите меньше. Поэтому администрирование изменилось, собираемость налогов изменилась. И поэтому с наполнением бюджета проблем как таковых не происходит. Государство вполне может расплатиться как по внешнему, так и по внутреннему долгу. Даже если цены на сырьевые товары упадут, во-первых, есть резервы. Мы можем рассчитаться по внешнему долгу. Банки в меньшей степени злоупотребляют рисковыми операциями на рынке долга. Российские банки, Центробанк тоже это контролируют. И поэтому, скорее всего, таких болезненных последствий, которые наблюдались в 1998 году, я бы не стал ждать в настоящий момент. А если посмотреть немного дальше и говорить о том, что мы находимся, по сути, в начале нового сырьевого цикла, если брать по нефти, когда оно стоило отрицательных значений, падало там до 20-30 долларов за баррель, это у нас произошло весной 2020 года. То есть нужно понимать, что сейчас у нас весна 2024 года, прошло там 4 года. По нефтяному суперциклу этот период составляет где-то в среднем 10-12 лет. И поэтому мы прошли только 4 года из 12, с 30-40 долларов за баррель выросли до 80-90. То есть в 2 раза как бы рост уже составил, но, соответственно, еще как минимум удвоение, утроение можем наблюдать. У меня в портфеле моих детей в проекте «Миллион долларов за 8 долларов в день» присутствует значительная доля компаний-экспортеров. Хотите узнать, что это за компании, как они включаются в инвестиционный портфель, по какому принципу? Об этом есть отдельный бесплатный мастер-класс, ссылка в описании к данному видео. Присоединяйтесь, буду рад видеть вас в одной лодке, которая будет использовать эти преимущества. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи!